Всем привет, это Бостон! Изначально я хотел снять топ-1 Тамуза, и я даже его снял, но почему-то он мне показался слишком скучным, и я стал искать дальше. В итоге наткнулся на этого игрока. На данный момент он уже топ-2 Тамуз, хотя когда я его снимал, он был всего лишь шестым. Так что, возможно, я всё-таки снимаю топ-1 Тамуза по миру, тем более осталось ему до топ-1 всего ничего. Но главное не это, и даже не то, что этот игрок также занимает топ-2 в общем рейтинге по миру после старта сезона, хотя по сути он топ-1, потому что на первом месте находится очень мутный тип, который 100% играет в подставные матчи. Ну потому что не может быть 97% побед на Ангеле и средний нанесённый урон 74. Да, это, конечно, одна из проблем Маблы, но рано или поздно таких игроков банят. Хотя, как я уже говорил, всё это не важно. Давай лучше посмотрим, как наш герой с неподдельным винрейтом более 80% играет на Тамузе, потому что такой стиль игры встречается крайне редко. Менее чем за 9 секунд он забирает свой синий баф и мчится на вражеский красный, в то время как Карина всё ещё возится со своим синим. Плюс к этому ей ещё сейчас мешает Наталья. Тамуз, в принципе, быстро крепит лес, а с эмблемами лесника он это делает практически мгновенно. И вот Карина подходит к своему красному, а его тут уже нет. Кстати, её синий, похоже, забрала Наталья. И это всё происходит не на эпике, не на легенде и даже не на мифике, а на мифической славе. И просто посмотри на это опережение в уровне. Идёт только вторая минута, а Тамуз уже опережает врагов более чем на один левел. Буквально за секунду забирает речного крипа и идёт дальше. Вот тебе и бесполезная эмблема лесника, которые больше не влияют на урон возмездием. Карина пыталась убить Тиф, но в итоге Наталья заработала на ней ферстблад. Тамуз зачищает свой лес, а дальше что делать непонятно, потому что и вражеский и союзный лес зачищены. Хотя тут стоит вражеская башня, можно зачистить её, почему бы и нет. Тамуз врубает ультимейт, но по нему бьёт башню, он отпрыгивает от неё, снова идёт к ней. И башня очень быстро уничтожается. По сравнению с вражеской тимой, опережение уже на два уровня и снова минус Карина. Второй килл на вражеском леснике. Снизу попликуб убивает Форамиса. Забираем вражеский синий. И куда идёт Тамуз? А, вот это был прыжок. Минус Клауд, первый килл для Тамуза. Я думаю, если бы эта игра была бы на эпике легенде, то враги бы уже сдались. Но тут будет всё намного интереснее, поэтому просто подожди. Не стал Тамуз добирать Лизарда. Вверху появляется Черепаха. И Тамуз идёт снова во вражеский лес. Но в этот раз Карина забирает красный баф, а Тамуз забирает Голема. Можно было бы, наверное, начать бить Черепаху, но у Тамуза сейчас нет возмездия, поэтому он сначала решил пойти на синий баф. И вот Наталья снова убивает вражеского лесника. Теперь можно без проблем идти на Черепаху, но сверху замес, поэтому Тамуз идёт туда. Фух, это было достаточно близко. Но всё-таки Тамуза убить не получилось, он сейчас врубает ульту и отхиливается на Черепахе, убивая её буквально секунд за 7. Абсолютно сумасшедший темп Криппинга от Тамуза. Мало того, что он наносит Криппам очень много урона, так он ещё и быстро передвигается по карте за счёт того, что постоянно кидает косы. А я на всякий случай напомню, что скорость его передвижения без кос увеличивается на 25%. А вот и Клауд ему отомстел. Я предупреждал, что тут будет не всё так просто. И даже несмотря на сумасшедший старт, отрыв по голде не такой уж и большой. Ну что ж, ещё раз быстро закрепливаем свой лес и продолжаем сражение. Тамуз с Натальей снова подходит к вражескому красному. Наталья начинает кошмарить Карину, но в этот раз уже не хватает урона, чтобы её убить. Хорошо, что у Линукс также не хватает немного урона. Под ультимейтом Тамуз нарезает фарамисы и он отлетает практически мгновенно. Далее, так же быстро, как и в начале игры, забираем речного Крипа и Черепаху. А как только появляется вражеский синий, забираем и его. Мы уже видели примерно такой же геймплей на Сане, когда герой забирает и свой, и вражеский лес. Только Тамуз, похоже, делает это намного эффективней. И даже несмотря на то, что вражеский герой пытается ему помешать, у них ничего не получается. Отрыв у него от вражеских героев на 2, а то и на 3 уровня. А это не только уровень скиллов. Это также увеличенная хп, увеличенная защита и увеличенный базовый урон героя в принципе. Поэтому убить Тамуза сейчас будет очень сложно. Тем не менее, враги продолжают сражаться, поэтому снова забираем свой лес. Тамуз постоянно кидает косы немного вперед и вправо, чтобы увеличить свою скорость передвижения. Убивает Люнокс, Тамуз врубает ульту и под башней забирает фарамиса. К сожалению, башня его тоже забирает, точнее килл достается Клауду. Воскресились на базе, а пока воскрешались, у нас забрали Эсмеральду и Ив. То есть лорда сейчас забирать нельзя, потому что противников больше. По предметам у нас коса коррозии и топор войны. Далее все предметы будут только защитные. Так как у врагов по численности сейчас небольшое преимущество, они начинают бить лорда. Посмотрим, что в этой ситуации сделает Тамуз. Он стоит и ждет, пока подойдет его тема. Начинают атаковать фарамиса, получается его забрать, но вражеская тема забирает лорда. Вот это поворот. То есть фактически получилось разменять лорда на двух вражеских героев. Но все равно размен так себе. Плюс Клауд добивает Ив. А Тамуз врубает ультимейт, начинает нарезать фарамиса. Фарамис врубает ульту, нужно дождаться, пока он выйдет из нее. Наконец-то получается добить фарамиса. Люнакс и Клауд все еще под ультимейтом. Получается у Тамуза добить Люнакс. Он делает даблкил, но все-таки Клауд убивает его еще раз. Кто бы мог подумать, что при таком ужасном старте можно сравнять игру. Вражеская тема снова начинает забирать лорда. Но только в этот раз союзная тема уже на месте. И Тамуз в последнее мгновение забирает его возмездием. Лучше врубает ультимейт, начинает сражаться с врагами, но они все под ультимейтом фарамиса. И очень быстро его забирают. Фарамис после бафа, очевидно, стал играть намного лучше. Промотал немного вперед, не стал показывать, как Тамуз в очередной раз забирает свой лес. А вот, кстати, его полная сборочка. Последние два предмета – шипованная броня, которая прекрасно работает против стрелков. И сияющая броня, которая стала топом после нерфа щита Афины. У эмблем лесника, конечно, есть и минус. В них не так много вампиризма, как в тех же эмблемах бойца. Но зато скорость прокачки компенсирует этот недостаток. Почему-то не стал он здесь сражаться, видимо, подумал, что могут его убить, и отступил, чтобы забрать свои бафы. Все, теперь можно попробовать забрать лорда. Но в кустах затаилась Карина. Туда подходит пополекупа, чтобы поставить ловушку. Карина в него врывается, но пополекупа уходит на вспышки. И минус Карина, соответственно, лорда можно будет забрать вообще без проблем. По крайней мере, мне так казалось. Но сюда подходит вражеская тима. Маша сразу же выносит пополекупу. Она собирается в танка, и урон с ульты у нее очень большой. Плюс убить ее не так уж и просто. И похоже, что лорда забрать все-таки не получится. Перематываю до следующего файта на лорде. Тамус начинает бить Машу, но она очень-очень танковая. Бьет он ее долго. Можно было бы здесь собрать, например, злобный рык, чтобы пробивать Машу. Но тогда бы Тамус потерял по защите. И снова Клауд забрал Тамуса. С другой стороны, хорошо, что его зашатдаунил пополекупа. Перематываем до файта на лорде. Ай, и лорда не получилось забрать, и Люнокс нас убила, но размен по киллам получился более-менее два в два. Маша вообще бегает, как будто бессмертная, никто ее пробить толком не может. Промотал прилично вперед, Машу добрала Эсмеральда, продамажил ее пополекупа. И игра, конечно, подзатянулась. Идет уже 22-ая минута. По идее, с такой тактикой на Тамзе игры должны длиться минут 10-15, не больше. Ну вот, похоже, с подвижки враги сражаются 3 в 4. Сильно продамажили Фарамиса, в него влетает Наталья, забирает Фарамиса, еще выбивает бессмертие из Люнокс. Можно ее добить. Да, ее добивает Тамус, можно также добить и Фарамиса. Отлично сыграла Наталья, выбила два бессмертия. И теперь можно просто допушить центральную линию. И вот так закончилась эта игра. Зарешала в конце, конечно, на мой взгляд, Наталья, но тактика игры на Тамузе просто бомбическая. И я думаю, на рангах до Мифика она будет просто разрывать рандом. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok